Привет, это новый выпуск Дневника. Мы находимся в Анафранковском парке, здесь действительно красивая золотая осень, довольно тепло, мы нахлаждаемся горком. Небольшой апдейт, мы нашли жилье, мы снимаем квартиру за 2000 гривен, условия очень скромные, но зато на чем-то город. Жилье здесь совсем не так просто, как можно подумать, глядя на доску объявлений. Хорошие, действительно, квартиры более-менее, соответствующие цена и качества, снимают очень быстро, буквально несколько часов. Тем более, что сейчас в сезон, говорили, что в августе было еще что-то более невероятное с ним прием, то есть очень много злающих. Как сказал один риэлтор, здесь легче гораздо сдать жилье, чем его снять. Много студентов, часть заграничных, у которых много денег, они снимают квартиры, на которые иногда посмотришь и думаешь, что тут такие деньги. То есть, две-три тысячи гривен, бывают варианты, запихачиваются за полторы, но там бывают разные нюансы, типа требуют ремонта, чтобы там можно было проживать, или что-то подобное. То есть, жильем здесь пуговато, действительно пуговато, и это не очень удобно. Ну, актеры, конечно, опять же, нам здесь продолжают нравиться, здесь надо было интересно, красиво. На этом самом деле, как правило, пост с криптом. Лучше снимать летом, если вы хотите долго здесь проживать, в начале лета или в середине, но не в конце лета. Ну, или, возможно, зимой будет меньше спроса, но и посмотрят. Говорят, что так. То есть, вы снимаете, например, в начале лета на год, и это гораздо выгоднее, чем в начале или середине осени, и тем более в конце лета. Опять же, за студентом. Это такой полезный совет. Велосипедное дерево, очевидно. И красивая архитектура. Если вам интересно, что это под сеткой, то это, очевидно, маленькие деревца. Дальше там выставка металлических скульптур на современность. Вот это приема искусства. Вот оно. Вот оно. Это вам не рассчитано на обывателя. Тут нужно быть настоящим знатоком и ценителем. Вот на таких вот подставочках стоят железные скульптуры. Там вон очень интересный экспонат под названием «Внутренняя Монголия». Почему он так называется, еще более интересно. Ну, в общем, насмотрелись мы разных и таких современно искусственных, что... Ну, сложно их понять. Чтобы никого не обидеть, не буду комментировать про те фигуры современного искусства. Лучше посмотрим на эту. Это потрясающее произведение красоты неземной. Это современное искусство. Сделанное из уникального материала. Совершенно прозрачного. Табличка, кстати, тоже. Вот. Ну, как известно, чтобы понять современное искусство, нужно напрячь мозги. И поэтому, в принципе, достаточно здесь просто применить фантазию, и вы увидите потрясающее произведение красоты неописуемой. А вот, кстати, я обнаружил еще одно. Это тоже, кажется, обыкновенный люк, но на самом деле это только обывателям так кажется. Знатокам высокого искусства, особенно современного, ясно, что это настоящая жемчужина. Не знаю чего, но жемчужина. В общем, почти ручной работы. И, в общем, искусство, ну, его просто нужно понять. Ну, это, очевидно, не современное искусство. Потому что оно, в принципе, выглядит, ну, как бы, симпатично. Современное искусство такого не приемлет. Все понятно, позитивно и естественно. Нет, это никакое не современное искусство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...